Здравствуйте, это программа Репортер, я Алексей Коноплев. Если вы когда-нибудь мечтали о машине времени, то сегодняшний сюжет для вас. О том, как вернуться в прошлое и к чему приводят мечты, расскажу прямо сейчас. Умелец из Тольятти хочет вернуть СССР. Он уже проиграл несколько судов, но не собирается останавливаться. Все мы родом из детства, уверяет Дмитрий, а ему детства так не хватает. О том, как мужчина собирается возвращать свой Советский Союз и как эта мысль вообще пришла товарищу на ум, выяснил репортер. 32-летнего жителя Тольятти Дмитрия Третьякова настолько захватила ностальгии по далекому советскому детству, что он решил вернуться назад в прошлое, а точнее вернуть в прошлое в настоящее, возродить СССР. Замахнулся товарищ на великое, правда пока не совсем понимает, как это можно воплотить в жизнь. Но, говорит в таком деле, главное начать, а там уж как получится. Мне запомнились пионерские лагеря. Я был октябренком, пионером нас приняли, и потом сразу все распустилось. Я это делаю не ради пиара, а это делаю так, как это была моя родина и мое детство. То есть я родился в СССР и учился в СССР. Столь глобальная мысль пришла в голову молодого активиста Дмитрия буквально год назад. В свободное от трудовой деятельности время Дмитрий изучал историю родного края, в том числе политическую. Когда очередь дошла до деятельности Михаила Горбачева, мужчина обнаружил ужасное. По его словам, при формировании нового государства Российской Федерации были допущены неточности. Мне было интересно проследить, вот когда Горбачев ушел, то есть ушел в отставку, кто же был, исполнял обязанности фактически, то есть, ну, СССР продолжит все равно, там, пусть и несколько часов или там день, он все равно продолжал существовать. Кто именно-то распустил? Кто принял декларацию об СНГ, кто распустил всесоюзные органы? Я нашел ее, то есть, как бы, это Совет Республик Верховного Совета СССР. Этой палаты Конституции нет, поэтому, то есть, ее действия, они, то есть, я не могу говорить, что они незаконны, я скажу, они неконституционны, потому что это противоречит Конституции. Осмыслив прочитанное, Дмитрий понял, это шанс, пусть и не вернусь в прошлое, так войти в историю. Недолго думает, Альятин собрал все необходимые документы и отправился в Конституционный суд. Там он потребовал рассмотреть законность распада Союза Социалистических Республик, но получил отказ. Я обратился в апелляционную жалобу, вот, 8 апреля было заседание. Верховный суд отклонил, оставил решение суда первой инстанции в силе. Вот, что я буду делать? Обращусь в Конституционный суд, вот, сейчас жду решения, письма, чтобы обратиться в Конституционный суд и обжаловать действия Верховного Суда. Другой с формулировкой. Дмитрий не переживает, ведь великий дедушка Ленин завещал учиться, учиться и еще раз учиться, пусть даже и на собственных ошибках. А потому к своему следующему иску он готовится с еще большим рвением. Да и результат не так важен. Главное, борьба за правду. Правильно это или неправильно, то есть, я считаю, что должен определить, об этом должен сказать народ. Потому что сколько людей, столько и мнений. Одним словом, мечтать не вредно. Главное, чтобы о добром и светлом и без вреда для окружающих. А я на этом с вами прощаюсь. Увидимся завтра. Будет пятница. Ура!